Здравствуйте! В эфире вновь программа Культура Хакасии. Я Наталья Чудина. В ближайшие 10 минут познакомлю вас с самыми главными событиями культурной жизни региона. Великая Отечественная война дала небывалый творческий импульс поэтам, музыкантам, художникам нашей страны. Песни военных лет, поэзия, проза навсегда вписаны в нашу культурную жизнь, стали классикой отечественной литературы и музыки. Поэтому готовить праздничные программы ко Дню Победы всегда сложно. Кажется, что каждое произведение достойно того, чтобы снова звучать на сцене. И тем не менее, каждый год появляются новые победные песни, новые стихи о войне, формируются новые традиции. Сегодня, знаете, приходили к нам на площадь трехлетние дети. Мамы им пошли гимнастерки. И их задача поздравить ветерана. Вот неважно где. Просто прочитать для него стихотворение. Подарить, не знаю, какой-то голубь, какую-то свою поделку, может быть, цветок. Это вот тоже какое-то новое звучание. Еще несколько лет назад такого не было. Поэтому, наверное, вот не зря все это делается. Второй год Министерство культуры Хакасии проводит акцию «Народная победа», когда все желающие могут прийти и рассказать о своих родственниках-героях, ковавших победу в строю или в тылу. Моя прабабушка Анна Петровна Спановская никогда не узнала после войны, что ее сын Анатолий был похоронен, был убит. Она всю жизнь ждала его. Ее младшая дочь Ида сохранила эту тайну, получила эту похоронку и никогда не сказала об этом про бабушке моей, ее маме. Потому что очень боялась, что бабушка просто этого не вынесет. На Первомайской площади Республиканские театры представили свои программы на военную тематику. Артисты Русского драматического театра на сцене перевоплотились в своих коллег – актеров драмтеатра военных лет. Артисты наравне с тружениками тыла тоже принимали активное участие в подъеме духа русского бойца. Активно работали в госпиталях и показывали концерты, и на радио тоже звучали отрывки из произведений. Это вклад русских артистов, а артистов Русского театра Мини Лермонтова в победу. 9 мая поистине общенародный праздник, ставший символом несгибаемой воли и несокрушимого духа нашего народа. Спустя десятилетия остается самой торжественной и священной датой в российской истории. В канун 9 мая гора Самохвал на несколько минут засияла сотнями огней. Республика присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». Так жители Абакана и гости столицы почтили героев, не вернувшихся с войны. Всероссийская акция «Свеча памяти» – только зарождающаяся традиция. Первый раз огни в ночь с 8 на 9 мая зажгли в прошлом году в честь 70-летия Великой Победы. Война унесла жизни миллионов людей, не только солдат. Люди гибли от голода и болезни в плену и концлагерях. Зажечь свечу – значит сказать «Мы помним ваш подвиг. Мы благодарны за победу». Для меня это тоже праздник «Слезами на козлах». У нас дедушка, точнее даже прадедушка воевал. Но уже как три года я принимаю участие во всех акциях, проводимых в городе, а в том числе «Бессмертный полк», «Звезда памяти», «Свеча памяти». И всегда, когда ты принимаешь в этом участие, ты чувствуешь себя частичкой этого всего. И это очень значимая цена для меня. Чтобы помнить тех, кто погиб, потому что они ради нас погибли, чтобы мы радовались жизни, чтобы мы праздновали эту победу. В последние несколько лет в России стали формироваться новые прекрасные традиции празднования 9 мая. Это «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». И это вполне объяснимо. Чем дальше «Победная весна», чем меньше прямых свидетелей той войны, тем острее чувствуется необходимость навсегда запечатлеть в памяти поколений подвиг народа. «Я думаю, что «Свеча памяти» тоже завоюет сердца, потому что это очень такое сентиментальное, или, не знаю, такое глубоко проникающее в сердце действие. И оно посвящено именно памяти павшим». Центр культуры и народного творчества организовали у подножья мемориального комплекса театрализованное представление. Актёры театра юного зрителя представили литературно-музыкальную композицию по поэме Роберта Рождественского «Реквием». Одно из самых сильных произведений о Великой Отечественной войне. Пламя ударило в небо. Ты помнишь? Родина тихо сказала. Вставайте на помощь! Родина! Огонь, от которого зажглись сотни свечей, не совсем обычный. В день старта республиканского автопробега 27 апреля от Вечного огня была зажжена свеча в лампаде, которая прошла через все города и районы республики. И 8 мая именно от этой лампады символически зажглись сотни огней у мемориала памяти на горе Самохвал. Свеча памяти – акция, безусловно, красивая, но все-таки главное не просто прийти и зажечь свечу, а помнить, что значит этот маленький, еле теплящийся на ветру огонек. Никогда не забывать о том, какой ценой досталось нашим дедам и прадедам мир и победа. К другим темам. В майские праздники в Москве в Театральном музее имени Бахрушина открылась уникальная выставка «Древние лики Хакасии». Проект стал возможным в рамках сотрудничества между Столичным музеем и правительством республики. Экспозиция выставки представляет подлинные маски Таштыкской эпохи, найденные при археологических раскопках и художественную фотофиксацию скульптур масок, выполненную в технике-светографике, которая позволяет увидеть лица людей, живших полторы тысячи лет назад на территории Древней Хакасии. Наша республика и Театральный музей уже не раз обменивались интересными выставками. Возможно, в конце этого года уже москвичи порадуют жителей Хакасии новой экспозицией. Я могу сказать, что проект такой рабочий, мы еще сейчас будем вести переговоры, но пока рабочее название – это «Театральные куклы». Нам надо еще поговорить, нам нужно создать такой проект, который был бы интересен нашим зрителям здесь, в республике Хакасия. Настоящим подарком не только для детей, но и для взрослых стало выступление в Абакане известного российского актера Александра Олешко. Под аккомпанемент нашего симфонического оркестра артист прочел сказки Шарля Перо. Литературно-музыкальный проект уже не первый год успешно реализуется в Москве. Теперь, благодаря Министерству культуры и Хакасской филармонии, с лучшими произведениями мировой литературы в новом формате будут знакомиться и наши дети. К творчеству Александра Олешко можно относиться по-разному, но то, что этот артист – профессионал с большой буквы, сомневаться не приходится. Дети, как известно, это самые чуткие зрители. Если им что-то не понравилось, они притворяться точно не будут. Александр Олешко – один из немногих артистов, кто часть своего творческого времени посвящает работе с подрастающим поколением. Он успевает все – сниматься в детском кино, быть ведущим на детском канале. Когда получил предложение читать сказки под симфоническую музыку, согласился, не раздумывая. Помнить в себе ребенка – это замечательно. Когда я работаю с детьми, когда я работаю в таких проектах, я вспоминаю в себе ребенка. Во мне оживают опять неуснувшие восторги, радости, желание любить, жить, восхищаться. Первоначально сказки звучали в сопровождении классической музыки, но сегодня специально для произведения Шарля Перо написана авторская. Композитор – Валерия Беседина. По словам профессиональных музыкантов, она идеально дополняет литературное произведение. Тема главной героини сказки – «Красные шапочки, которая гуляет по лесу». Пожалуйста. В Абакане Александр Олешко прочитал две сказки Шарля Перо – «Красная шапочка» и «Кот в сапогах». Чтобы детки не устали, музыкальная программа была разбита на два отделения, так что литературно-музыкальное время для зрителей прошло незаметно. Мне очень понравился сам артист. Он очень хорошо читает. Мы с другом ходим в театр юного зрителя. И нам сказали слушать. Но мы слушаем хорошо, но очень мне понравилось. Он всех героев хорошо изображает. Так же, как и «Красную шапочку» и «Волка». Литературно-музыкальный проект создан для семейного просмотра, но по реакции зрительного зала было видно, что мамы и папы радовались происходящему на сцене не меньше детей. В моем детстве, вот я не помню, что были, вот нам читали просто сказки, а чтобы с музыкой, да еще так выразительно, да еще так красиво. Это очень здорово. Мне очень понравилось. И мне кажется, что я получаю наслаждение больше, чем дети. Я как только увидела, что будет такой проект, это мы за месяц купили билет. Это очень прекрасно просто. Детям очень понравилось. И дирижировал в такт. Сказки, прочитанные звездой, проект перспективный. Александр Олешко, можно сказать, торжественно открыл этот новый для республики жанр. Теперь сказки и классическая музыка в исполнении симфонического оркестра Хакаско-республиканской филармонии будут звучать для детей Хакасии регулярно. На этом пока все. Следите за новостями культуры вместе с нами. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин